Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 57. Мы начитываем Новый Завет. Толкование Блаженного Феофилакта. 2 Коринфянам 11.29 Кто изнемогает, с кем бы и я и не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Толкование. Чтобы кто-нибудь не сказал, что он правда заботился, но заботился так, обыкновенно, он показывает свойства своей заботы. И не сказал, я принимаю участие в скорби, но подвергаюсь ей сам до изнеможения. Изнеможение же разумеет как телесное, так и в особенности душевное. Слово «кто» нужно разуметь так. Будет ли то важный или незначительный человек? Затем, как он выразил избыток скорби, ибо «воспламеняясь» говорит. «Претерпевая все другое, он радовался, зная, что претерпевает ради Господа. Здесь же он уязвляется душой так, что соблазн другого, даже человека незначительного и отверженного, причиняет ему большую скорбь. А что слово «воспламеняясь» нужно понимать в смысле «соблазняясь», этому научает нас Давид. Ибо как апостол сказал, «Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся, так же точно и Давид говорит. Когда кто соблазнится, и я явлюсь соблазняющимся, и стараюсь увращивать эту болезнь, как свою собственную». Где же говорит это Давид? В словах. «Когда гордится нечестивый, раздражается нищий». Псалом 9.23. То есть бедный соблазняется, когда приходит к мысли, что недостойные люди изобилуют богатством и превознесены. Второе Коринфянам 11.30. «Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею». Толкование. «Немощью называют гонение. Ибо при голоде, бичевании, кораблекрушении, перенесении других бедствий обнаруживается человеческая немощь. О знамениях он не упоминает здесь, потому что они были даром Божиим. Бедствия же вместе с силой Божией показали и его терпение». Второе Коринфянам 11.31. «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу». Толкование. «Ничего из прежде сказанного он не подтвердил». «Здесь же подтверждает и удостоверяет, может быть, потому что то, что он сказал здесь, совершилось давно и было не так ясно. А прежде рассказанное, как, например, скорби и тому подобное, было известно Коринфянам». Второе Коринфянам 11.32. «В Дамаске областной правитель царя Ореты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук». «Смотри, как сильна была борьба, если из-за него начальник стерег город. Правитель народа, конечно, не поступил бы так, если бы ревность Павла не воспламенила всех. «Арета был тесть Ирода, убежал, исполняя закон Господа, ибо и Господь переходил из места в место. Себя самих не должно подвергать искушениям. Там же, где бедствия неизбежны, должно полагаться только на Бога и от Него просить и ожидать избавления. А когда искушение не посильно, должно изыскивать и свои средства. Но и в этом случае должно все относить к Богу, как и то, что апостол спасся в корзине. Хотя он и сильно желал быть со Христом, но он любил также спасение людей и берег себя для проповеди». Комментарий Игнатия Лапкина. «Сегодняшний священнослужитель знает свою цену». «Если меня не будет, так и умрете в грехах. У вас некому будет вести богослужение, некому будет отпевать вас, покрестить ваших детей. И батюшку берегут для требований, но не для проповеди. Проповеди он и сам боится, еще скажет что-то не так. Такого петуха пустят». Мне так и сказал отец Александр Мень. Такого петуха еще дали. Хорошо, что они дают. Второе Коринфянам 1, 12, 1. «Неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Толкование. Переходя к другому роду похвалы, которые делал славным его самого, именно к откровениям, говорит, «Неполезно мне, потому что может довести меня до гордости. Что же, если бы ты и не взвысказал, разве и без того уже ты не знал этого?» «Но мы по-разному гордимся, когда знаем что-либо сами про себя, и когда передаем это другим. Однако же он говорит это не потому, что ему самому предстояла опасность впасть в подобное состояние, а чтобы научить нас молчать о делах такого рода. И в другом смысле не полезно, потому что может заставить кого-либо считать меня лучше, чем видит, как он и высказывает эту мысль ниже. Лжи апостолы, хотя не имели ничего, однако рассказывали. Он же, имея много видений и откровений Господних, упоминает только об одном, да и то против воли. Узнай же, что откровение заключает в себе нечто более, чем видение. Последнее дает только видеть, а откровение является нечто высшее видимого». 2 Коринфянам 12.2 «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тело, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». «Он упомянул не обо всех откровениях, ибо было бы трудно это, потому что их было много, и не обо всех умолчал. Но и об одном и единственном он говорит неохотно, чтобы показать, что и о нем упоминает против воли. Присовокупляет же во Христе, чтобы уже апостолы не сказали, будто он восхищен был от демонов, как Симон. Не без оснований указал он на время. Он сделал это для того, чтобы ты узнал, что не без нужды рассказал это теперь, после 14-летнего молчания. И если за 14 лет пред этим удостоился такого откровения, то как велик он был теперь, после стольких опасностей ради Христа. Заметь его умеренность. Он признается, что не знает, был ли в теле или вне тела, когда был восхищен. Третье же небо должно понимать следующим образом. Писание называет небом воздух. Как, например, в выражениях «птица небесная, роса небесная» – это первое небо. Оно называет далее небом также твердь. Назвал, говорит Бог, твердь небом. Бытие 1.8. Это второе небо. Называет небом и то, что создано вместе с землей. Вот третье небо. Интересно. А все говорят, ну, до седьмого неба. Откуда берут седьмое небо? Я нашел это в Коране, мусульман. У христиан только третье небо. Откуда они взяли седьмое, тоже непонятно. Второе. Коринфянам 12.3.4. «И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела. Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал незреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Толкование. С третьего небо, говорит, снова восхищен был в рай. Восхищен был для того, чтобы и в этом отношении не быть ниже прочих апостолов, в живших вместе со Христом». Употребляет выражение «в рай», потому что имя этого места было общеизвестно. И сам Господь обещал его разбойнику. Он слышал незреченные слова, которые мудрствующим по-человечески и не имеющим ничего духовного нельзя пересказать. Отсюда ясно, что так называемое «откровение Павла» есть сочинение подложное. Ибо как же иначе, если упомянутые слова были неизреченными? Итак, по смыслу буквальному третье небо и рай – места различные. В смысле же переносном эти слова, может быть, имеют одно значение, а может быть и не одно. Хотя по поводу переносного смысла можно сказать многое, но мы выскажем только немного. То, что более удобно для понимания. Первое небо есть граница и предел нравственности, когда кто-либо правильно образовал свои нравы. Затем философия составляет второе небо, когда кто-либо, насколько возможно, приобретет познание природе вещей. Наконец, третье небо есть знание богословское, когда кто-либо, насколько доступно, приобретает через созерцание способность к восприятию божественного и превышающего человеческое разумение. Итак, во всяком случае, Павел был восхищен в места близких троице, то есть превыше всего сущего, и будучи при этом не в теле, потому что ум его все еще был косен, ибо по отношению к вещам божественным является косным всякий ум, в то время, когда человек бывает восхищен и объят от Бога так, что через него возбуждается и действует. А так как и в областях есть степени, то он проникает еще в рай, проникнув в сокровеннейшие тайны божества. Поскольку же они недоступны для познания и неизречены, то их никогда не поймет никто, если только не станет высшей человеческой немощи. Второе Коринфянам 12.5 Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Толкование. Заметь его смирение. Он рассказывает это как бы о ком-то другом, ибо говорит, таким человеком могу хвалиться. Но если другой был восхищен, то почему ты хвалишься? И так очевидно, что он говорит это о себе. Говорит это или для того, чтобы показать, что без необходимости не стал бы рассказывать, или же для того... Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Или же для того, как можно полагать, чтобы сделать речь прикровенной. Разве только немощами моими, то есть бедствиями, гонениями. 2 Коринфянам 12.6 Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Толкование. Таким образом, сказавший выше, что хвалиться есть безумие, теперь говорит, если захочу хвалиться, не буду неразумен. Он сказал здесь, не буду неразумен не по отношению к похвале, а по отношению к тому, что он не лжет, ибо прибавляет, потому что скажу истину. Итак, смысл таков. Я не безумен, потому что говорю истину, чтобы люди не обогатворили его. Вот истинная причина, по которой он всегда умалчивает о себе. Когда же принужден, бывая, сказать что-либо, то говорит, прикровенно для того, чтобы не почли его высшим. Ибо не выразился так, чтобы кто не сказал бы мне, но чтобы кто-нибудь не почел меня большим, чем я достоин. Если ради его чудес хотели принести ему жертву волов, деяния 14-13, то чего не сделали бы, если бы он обнаружил свои откровения. 2 Коринфянам 12-7 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Под ангелом сатаны и жалом кол, стрела, некое разумеет головную боль, причиняемую дьяволом. Но это неверно, ибо тело Павла не было предано дьяволу, напротив, сам Павел скорее повелевал дьяволу и назначал ему границы, когда передал ему блудника во измождение плоти. 1 Коринфянам 5-5 И он не приступил положенных ему границ. Что такое сатана? Противник по значению еврейского слова. Итак, ангелы сатаны суть все противники. Александр, кузнец, именей, филит и все угнетавшие Павла и причинявшие ему зло, как совершавшие дело сатаны. Посему смысл его слов таков. Бог не допустил моей проповеди преуспевать безопасности и трудов, чтобы я не возгордился тем, что удостоился многих откровений. Почему же он говорит, что ему дан был ангел сатаны, а не ангелы? Потому вероятно, что во всяком месте находится один противящийся и возмущавший народ, а остальные следовали за ним, как за предводителя. Или же, что еще вероятнее, самую вещь или противление проповеди и несение опасностей он назвал ангелом сатаны. Кем же он дан был? Бог попустил ему, говорит он, ибо такой смысл имеет слово дан, не для того, чтобы он однажды причинил мне пакость, а причинял бы постоянно. Что же касается слов, чтобы я не превозносился, то некоторые понимают их так, чтобы меня не прославили люди. Но хотя Павел и сказал в другом месте нечто подобное, здесь он говорит другое, а именно, чтобы я не возгордился, ибо и он был человек. 2 Коринфянам 12,8-9 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Толкование. Трижды молил, вместо много размолил. Также служит признаком смирения его признание, что не выносил козни дьявола и страданий, и просил помощи. И сказал мне, говорит он, довольна тебе того, что я дал тебе благодать воскрешать мертвых и совершать все чудеса. Не проси же, чтобы твоя проповедь преуспевала безопасности, ибо это излишество, а то, что тебе давлеет, ты получил. Ты страдаешь, Павел, для того, чтобы не показалось, что многие проставляют препятствия для проповеди. Вследствие моего бессилия дерзай, ибо сила моя обнаруживается полнее, когда вы, гонимые, побеждаете гонителей. Заметь, сам он сказал, что для того предан искушением, чтобы он не превозносился. Бог же указывает другую причину этого, ту именно, что сила его тогда только обнаруживается вполне, когда апостолы будут находиться в немощи, то есть среди гонений и опасностей. Поскольку, говорит, я услышал, что сила Божия совершается в немощи, то я отныне буду хвалиться немощами моими, ибо чем многочисленнее будут они, тем более обильную силу Божию низведут на меня. Итак, не думайте, что я со скорбью говорю о жале, но скорее радуюсь и хвалюсь, так как через умножение бедствий привлекая на себя большую силу Божию. Игнатий Лапкин комментарий. Сегодня самые большие препятствия для проповеди оказывает епископ, нерожденный свыше и ленность пастырей, их невозрожденность, нелюбовь к Богу и к Слову Его и нелюбовь к людям. 2 Коринфянам 12.10 Посему я благодушенствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен, весилен. Толкование Я желал, говорит, как человек, избавиться от бедствий, но после того, как услышал то, что услышал, хвалюсь и благодушенствую, то есть радуюсь, нахожу удовольствие в немощах. Потом же, чтобы ты не подумал, что он разумеет горячку и другие болезни, он объясняет тебе эти немощи, говоря, что они заключаются в обидах и так далее. Это, с одной стороны, посрамляет хвалящихся бедствиями лжеапостолов, как противников божиих, с другой же, убеждает учеников, чтобы они не стыдились своего учителя, но скорее гордились бы им, поскольку опасности существуют по воле Божией и ради славы Христа. Что удивляешься, что в немощах обнаруживается сила Божия, ибо я среди их становлюсь сильнее, имея в себе обильнейшую благодать, как, например, в тех случаях, когда, будучи в заключении, обратил темничного стража. Деяние 16.31 Когда потерпев кораблекрушение привел страх островитян-варваров Деяние 28.4.6 Когда стоя перед судьей в оковах победил и его и обвинителей Деяние 26.31 Таким образом, тогда он являлся сильным, мужественным и славным, когда немаществовал, то есть был в опасности. 2 Коринфянам 12.11 Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к всему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Толкование. Опять оправдывается в том, что хвалится, и выше он сказал, примите меня, хотя как неразумного и как бы в неразумии, а теперь называет себя неразумным уже без частицы как, ибо сделав то, чего желал, он смело подвергает себя такому уничижению, достаточно научая нас не хвалиться без нужды, поскольку Павел и при существовании этой нужды называет себя неразумным. Вы меня принудили, то есть я сказал это побуждаемой заботой о вашем спасении, видя, что уже апостолы, которых вы слушаетесь, своим хвастовством развращают вас, посему я решился ради вас сказать вам нечто о себе. Должно было, говорит, скорее вам перечислять мои подвиги и прославлять их, но поскольку вы этого не сделали и внимали лжиапостолов и испортились, то я сказал это для вашего спасения. Выше он сказал нерешительно. Я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. 11.5 Теперь же говорит с большей силой. Ни в чем нет недостатка. То есть не должен считаться ниже апостолов Петра и других. Ну и здесь он опять не отступил от своего обыкновения и прибавил. Хотя я и ничто. Заметь же его благоразумие. Он не сравнивает себя с лжиапостолами, не удоставит их даже упоминания, как несравненно высшие их, но утверждает, что он равен апостолам. Вместе с тем он намекает, что Коринфяне оскорбляет апостолов, когда равного им поставляет ниже лжиапостолов. 2 Коринфяна 12.12 Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами толкования. Хотя я и ничто говорит, но ты не обращай на это внимание, а заметь, что я ничего не опустил из того, что свойственно апостолам, ибо вы служите свидетелями, что я все исполнил. Первое свойство апостола есть терпение и мужественное перенесение всего. Но заметь его смирение, сколько опасностей, подвигов внешних и внутренних заключил он в одном слове терпения, ибо то, что было его делом, то есть терпение, выразил одним словом. Что же касается знамений, которые принадлежали не ему, а благодати Божией? Многими словами, какое различие между знамением и чудом сказано в другом месте? Но чтобы кто-нибудь не подумал, что это сказано только об одних благотворных действиях, он прибавляет и силами, ибо сила ясно указывает и на нечто карающее. заметь здесь сколько мертвых прокаженных слепых бесноватых всех получивших от него благодеяние, так же как и наказанных им, как Елима, он обнимает так кратко. Второе Коринфянам 12-13 Ибо чего вас не достает пред прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость, простите мне такую вину, волкование, чтобы кто-нибудь не сказал, правда, ты велик, но все же не сделал того, что делали апостолы в других церквах, посему говорит, чего у вас не достает, разве вы получили меньший дар, сравнительно с прочими церквами, порицает их с великой строгостью, говоря, если вы ставите мне вину то, что я не отягощал вас, но проповедовал вам Евангелие, не вводя вас в издержки, то прошу снисхождения, простите мне эту вину, вместе с тем слова эти содержат и похвалу им, поскольку они считали за обиду то, что он не удостоил их ничего взять от книг. Комментарий Игнатия Лапкина. Сегодня трудно сказать, сколько раз переиздавалось толкование блаженного Феофилакта, и какой общий тираж разошелся по рукам русских людей, но авторитет его очень высок как у старообрядцев, так и у новообрядцев. Как же они читают это слово «проповедовал вам Евангелие», неужели совершенно не применяет в себе, мысленно не переносит себя во времена апостолов. И разве трудно читая эти слова сказать, а наш архиерей может ли сказать, как апостол Павел такие слова «проповедовал вам Евангелие», а я сам могу ли эти слова произнести и этим не солгать пред Богом, что я проповедовал Евангелие? Чтение любой книги к чему-то обязывает, но чтение такой, которое изъясняет самую великую книгу, книгу книг, какую же накладывает ответственность на читающего. Евангелие дано было людям не для того, чтобы, имея к этой книге благовоговение, держать ее на почетном месте, целовать крышку этой книги, поклоняться ей, целовать ее и даже не прикасаться к ней во времени чистоты. Но в этой книге неоднократно говорится о страшной ответственности за то, если ты не будешь проповедовать о Христе, авторе этой книги. Матфея 10, 2-32-33. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Христос разводит людей на два полюса, не говоря ни о каком промежуточном состоянии, придуманном людьми. Справа те, кто исповедует его, то есть не отрекается ни от Христа, ни от слова его, а слева те, кто отрекается от него пред людьми, то есть не исповедует и не проповедует о нем. И по какой бы причине человек не проповедовал о Христе, он попадает в число отрекшихся от него. И если последствия этого греха столь ужасны, то почему же на исповеди священники не говорят об этом грехе совершенно? Написаны образцы покаяния и для священника, и для мирян. И для детей перечни грехов, в которых необходимо раскаяться, и ни в одном из них нет греха, суть которого не любовь к Богу и людям, то есть когда человек не проповедует о Христе. Такие комментарии, они мне никогда не простят, хотя провернуть они их не могут. Представляешь, что ты на суд Божий придешь? Здесь, как на суд приходим к священнику на исповедь, не проповедовал, не проповедовал, куда ты идешь? Какое причастие тебе? И все. Второе Коринфянам 12-14. Вот, в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Толкование. Чтобы не показалось, что он постоянно выставляет свое бескорыстие, как бы намереваясь что-нибудь принять после. посему говорит, не потому я не иду к вам, что ничего не беру, я уже был у вас во второй раз, готовлюсь уже отправиться и в третий раз, и не отягощу вас. Для чего? Не потому, что вы страшитесь, и не потому, что вы слабы, а потому, что я ищу не вашего, а вас, то есть вашего спасения и душ, а не имущества. 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 Поскольку они, вероятно, сказали бы, нельзя иметь и нас, и наши, потому ты и не расположен к нам, то он приводит основание, что родители должны давать детям, употребляя слова, родители и дети вместо учителя и ученики. И показывая таким образом, что он строго выполняет свою обязанность и свое дело. 2 Коринфянам 12.15 Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Толкование. Я, говорит, не только ничего не возьму от вас, но скорее дам вам, ибо таков смысл слова издерживать. И что я говорю издерживать деньги, сам я буду истощать себя, то есть если для спасения душ ваших мне нужно будет лишиться тела, то я не пощажу его. В этих словах выражается как осуждение, так и любовь. Я делаю это, говорит он, ради любимых мной, но не любящих меня взаимно. Смотри, сколько степеней имеет это самоотвержение. Он не взял должного ему. Второе. Будущее нуждающимся. Третье. Проповедуй им. Четвертое. Отдает. Пятое. Не просто, но щедро, ибо от недостатка. Шестая. Самого себя. Седьмая. За любящих не сильно. Восьмая. За сильно любимых. Второе. Коринфянам 12, 16, 17. Положим, что сам я не обременял вас, но будущий хитр лукавством брал с вас. Но пользовался ли я, чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Полкование. Смысл этих слов следующий. Сам не обременял вас, но кто-нибудь может заподозрить, что я, ничего не принимая сам, научил, как человек хитрый, посланных от меня, чтобы они от своего лица попросили у вас чего-либо, чтобы при помощи этой хитрости взимая казаться невзимайшим. Справедливо ли это? Смотрите, разумейте. Называют же дело это лукавством с целью упрекнуть и пристыдить их и показать, что они могли давать против воли и как будто вследствие обмана. Ибо в том и состоит лукавство, чтобы взять у кого-либо против воли. Для них величайший спор, если они считают себя жертвой лукавства, потому что питают учителя. Все. Продолжение следует... Продолжение следует...